Всем привет, с вами Дмитрий, вы находитесь на канале Демидро 98, сегодня я представляю вам гайд по Колин Макрай ралли 0.4. Сначала мы разберем главное меню, что означает каждый пункт этого меню. Начнем мы с чемпионата. Чемпионат это собрание гонок, то есть вы проходите несколько стран и в этих странах вы проходите по 6 гонок на каждую страну. И там может быть либо 30, либо 36 гонок, либо даже 48. На самом деле это число будет немножко больше, потому что есть в некоторых странах еще суперспецучастки. А что это такое, я вам расскажу чуть попозже. Ралли это конкретное ралли, то есть конкретная страна, либо 6 конкретных этапов, которые вы проходите друг за другом. Уровни это один конкретный этап, который вы проходите и на этом все. Быстрая гонка это случайный автомобиль на случайной трассе, которую вы проходите. Можете дальше проходить быструю гонку следующую, либо выйти. Сеть это сетевая игра, либо по локальной сети, либо в интернете. Параметры, понятное дело, настройка игры. Рекорды, дополнительно это информация о других продуктах. Рекорды это информация о том, какое время у вас на какой стране, на каком этапе. И выход, понятно, выход из игры. Чуть подробнее расскажу о чемпионате. Чемпионат у нас проходит в одном из слотов. То есть вы можете выбрать любой слот и назначить на него чемпионат. Например, выберем третий слот, любое имя. И дальше вам откроется экран выбора машин. То есть вы можете выбрать либо полноприводные машины, либо передние и задние приводные, либо машины группы B, либо эксперт. Эксперт это только уровень сложности, на машину он не влияет. Вкратце расскажу, что это такое. 4ВД это полноприводные только машины. 2ВД это переднеприводные. Группа B это машины повышенной мощности. Как передние, так и заднеприводные могут быть полноприводные в группе B. В 4ВД вы можете выбрать сложность нормальную или высокую. В 2ВД также. В группе B у вас будет только высокая сложность. В экспертном уровне экспертный уровень сложности. Эксперт это вообще отдельная тема. Здесь другие правила немножко. Она немножко сложнее, чем все остальные режимы. На примере 4ВД рассмотрим, как в принципе проходит чемпионат. 4ВД включает в себя все 8 этапов. Поэтому в принципе можно показать, как проходит чемпионат на примере. Вы можете выбрать либо один, либо два игрока. Два игрока можно либо пустить параллельно, либо друг за другом. Сложность либо нормальная, либо высокая. Как я уже сказал. Если вы выберете нормальный уровень сложности, у вас будут повреждения нормальные. Если вы выберете сложную сложность, тогда у вас аварии будут гораздо тяжелее. И затем вы выбираете машину. На самом начале у вас будет только 4 машины. После того, как вы выполните требования, у вас откроется еще и последняя. Peugeot 206 Rally Car. У меня открыто, потому что я уже выполнил требования на эту машину. Допустим, мы возьмем Citroen X-Sara. Вы, кстати, можете видеть характеристики слева от самой машины. Какой двигатель, какая трансмиссия, какой вес машины. Итак, Citroen X-Sara. Дальше вы можете выбирать трансмиссию, на которой вы будете ездить. Либо автомат, либо полуавтомат, либо ручная коробка передач. Автомат, полуавтомат дает возможность компьютеру переключать заводку. Если у вас передача ручная, это только вы переключаете передачу. Рекомендую новичкам использовать автоматическую и полуавтоматическую, чтобы вы научились поворачивать в этой игре хотя бы и проходить повороты нормально. Ну и, соответственно, если вы более опытный игрок, то это уже, конечно, ручная коробка передач. Для большего контроля над машиной. Дальше вы вводите имя игрока, выбираете страну. И уже начинается сам чемпионат. Чемпионат начинается всегда с вот такого ролика, где вкратце описывается, что это такое. И дальше у нас идет краткий ролик про страну. После каждой страны, после того, как вы пройдете одну страну, у вас будет тест, и затем следующая страна. Перед каждой страной у вас будет вот такой ролик. Здесь у нас настройка машины. Настройка машины идет перед первым этапом, дальше перед третьим, перед пятым, и перед суперспецучастком, если он есть в стране. Обычно идет по два этапа за один день. То есть вы проходите первый, второй этап, потом идет настройка, потом третий, четвертый, снова настройка, пятый, шестой, снова настройка и суперспецучасток. Может быть и такое, что вы пройдете первый, второй, будет настройка, третий, четвертый, будет настройка, и затем только пятый. Такое в 2ВД есть. В 2ВД всегда до пяти этапов. И если есть суперспецучасток, то суперспецучасток будет шестым этапом, и после пятого это будет настройка перед спецучастком. Вы можете посмотреть здесь, в меню настройки машины, какие у вас настройки, какие этапы вас ждут, какое покрытие вас ждет. Обязательно нужно смотреть на покрытие, потому что, смотря на покрытие, вы будете выбирать шины. От шин будет зависеть сцепление с трассой. От сцепления с трассой будет зависеть то, как вы пройдете поворот. И настройки машины немножко следует тоже пройтись. Шины, от них зависит то, как вы будете проходить поворот. Клиренс, это то, какая посадка будет у машины. На громильных этапах высокий клиренс, на асфальтовых этапах следует ставить низкий клиренс. Пружины, соответственно, наоборот. На громильных этапах ставят мягкие, а на асфальтовых этапах ставят тяжелые, ну то есть жесткие пружины. Антизанос. Как здесь написано, уравновешивает автомобиль на неровных поверхностях и снижает вероятность опрокидывания. Если вы чувствуете, что у вас есть опасность того, что машина перевернется, вы можете немножко увеличить эту настройку, чтобы машина не переворачивалась. Например, вы можете на Финляндии ее повысить, потому что есть шанс, что машина перевернется на кюветах. Либо там, допустим, в Австралии может быть такая опасность. Либо на других каких-то трассах, где очевидно есть такая опасность, там вы можете их повышать. Тормоза передние и задние. Если вы на задние тормоза мощность переключите, тогда у вас будет избыточная поворачиваемость. Если на передние, то, соответственно, недостаточная поворачиваемость. Управление легкое и тяжелое. Я предпочитаю легкое управление, то есть большая реакция руля. Лучшая реакция руля. Но если машина слишком легко срывается в занос, вы можете, в принципе, вернуть на среднюю позицию. Либо если этап снежный, ледяной, то во избежание блокировки колес вы можете поставить даже на тяжелую. То есть вот так. Самое правое положение. И коробка передач. Длинные и короткие передачи. Короткие передачи это большее ускорение и меньшая скорость. И длинные передачи это меньшее ускорение и большая скорость. Смотрите по этапу, по поворотам, по прямым. То есть насколько вам нужно ускорение, насколько вам нужна максимальная скорость. Смотрите и ставите. Я лично оставляю на середине. И так у меня вполне хорошо получается. Дальше можно на 5 секунд остановиться на первом, втором этапе. То есть здесь будет информация об этапах. Сейчас первый, второй, но может быть третий, четвёртый, пятый, шестой. Вы поняли, в принципе. Здесь самое главное это поверхность. То есть какие поверхности вас ждут. Ну или если вы хотите более точно знать какие повороты вас ждут. Вы можете нажать здесь Enter. И проверять по секциям какие повороты. Дальше этап второй. То же самое можете сделать. И в принципе вот так вот по каждые два этапа смотреть. Что вас ожидает в гонках. Улучшения. Вы можете здесь смотреть, какие улучшения установлены на вашу машину. И что конкретно они улучшают. В принципе здесь всё ясно. Гонка начинает гонку. Подготовка начинает подготовочный. Подготовительный, так скажем, этап. То есть если вы нажмёте подготовка, у вас будет тестовая трасса, которую вы пройдёте и посмотрите, как машина себя ведёт. Я обычно на подготовку не трачу время, сразу нажимаю гонку. На примере первого этапа следует посмотреть, как вообще проходятся этапы. И что вас ждёт при каждом этапе. Сейчас гонка в принципе начнётся. Всегда по пять считается, а потом уже дальше идёт гонка. И в принципе так вы ездите по этапу. И теперь смотрите на интерфейс. То есть какой интерфейс есть в этой игре. В самом верху это индикатор вашего прогресса. А ниже в прямоугольниках, квадратах показываются следующие повороты, которые вас ждут. Обязательно смотрите на прямоугольник, чтобы видеть, куда в принципе поворачивать дальше. Вы можете в принципе смотреть на трассу, но это даст вам информацию всё равно. Если вы не смотрите на трассу, вы хотя бы, по крайней мере, можете узнать так, какие повороты вам предстоят. Ещё одна особенность в игре это то, что повороты может объявлять штурман. Штурман объявляет повороты, например, 3 left или 4 right. На примере 4 right разберём. Что такое 4 right? Это 4 направо или правый 4, как вам удобнее. И цифра, она чем больше, тем легче поворот. И right это направление поворота. Как бы направо. То есть 4 направо, это значит, что поворот такой средненький и направо. Не особо сложный. Вообще, чтобы вы легче это всё запоминали, смотрите на это как на передаче. То есть, допустим, 4 поворот проходится легко на 4 передаче. Третий поворот на 3 передаче, второй на 2 передаче. И так далее. Это может кое-где не совпадать, особенно если вы меняли настройки на передаточное число. Но в целом, это правило чисто для вашего восприятия, оно вам сильно поможет. Как смотреть вообще на повороты. И дальше, если после поворота есть отрезок прямой, говорят сколько метров будет этот отрезок. Например, free right 30, это означает, что после третьего правого поворота есть 30 метров прямой. И после 30 метров прямой, там дальше будет следующий поворот. Особый случай, если прямая длинная. Тогда её скажут отдельно. Например, straight 70, или straight 200, или straight 100. Тогда вы, соответственно, будете знать, что прямо 70, прямо 100, прямо 200. Это, естественно, сколько метров у вас будет прямой. Вот что это значит. После окончания каждого этапа у вас будет вот такое окошко, в котором вы можете посмотреть свою позицию и время этапа. Вы можете вот так вот смотреть, на какой позиции какой бот оказался. Обычно боты будут ездить намного хуже вас. В нормальной сложности, даже в тяжёлой сложности они будут ездить хуже вас. Потому что, ну, это боты. Они не предназначены для того, чтобы соревноваться с вами. Вы всё равно будете лучше их. За счёт того, что вы человек, и вы знаете лучше, когда, где и что нажимать, когда, куда поворачивать и так далее. Дальше идёт таблица состязания. Здесь вы можете посмотреть, опять же, кто на каких позициях, и какая разница между вами и ботами. В продавляющем большинстве случаев у вас будет положительная разница. То есть, вы будете намного быстрее ботов. Например, здесь у меня разница с ботом первым. 37 секунд и 81 сотая. 38 почти секунд. Последнему боту я привожу минуту 22 практически. Но, возможно, случаи, когда вы будете хуже ботов. И тогда, допустим, вы будете на втором месте, на первом месте будет какой-то бот, и различие у вас будет минус, допустим, 5 секунд и 87. Или что-то такое. Вот это отставание, которое у вас от бота, вы можете в дальнейшем, в следующих этапах, если только, конечно, это не шестой и не суперспецучасток, вы можете их в дальнейшем уже как-то компенсировать. Потому что это ралли. Механику ралли объясню вот прямо сейчас. Вот вы, наверное, помните, что был первый этап, и была немножко другая таблица времени. То есть, у меня там было 2 минуты с лишним. Так вот, это такая же табличка, только после второго этапа. И теперь смотрите, что будет. Продолжаю к таблице. Вот вы скажете, что это за время? 5.59, 7.18, 7.22, 7.27 и так далее. Это же не время одного этапа, правильно? Правильно. Это суммарное время за 2 этапа. То есть, у вас после того, как вы закончите этап, будет вот такая таблица с суммарным временем. И у вас будет показано полное время всех этапов. Допустим, сейчас у меня 5 минут 59 секунд 39 сотых. Это за 2 этапа. И от второго бота я оторвался на минуту 19,54. А дальше, соответственно, больше. И последнему боту я привожу практически 3 минуты. Это ко второму этапу. И вот это вот разница во времени между, допустим, вами и вторым ботом. Или каким-то ботом и вами, если вы второй. Она будет либо уменьшаться, либо увеличиваться. Вы можете либо догонять бота, вы можете отрываться от него. Здесь это все будет отражено. То есть, если вы, допустим, все это время отрывались. И на третьем этапе вдруг резко у вас 4 минуты отставания от всех. Тогда, получается, все эти времена, они обновятся. И у вас будет уже отставание от всех ботов. Если вы, допустим, резко привезете 4 минуты отставания. Так работает ралли. Ралли работает на сумме времени. И потом уже, когда вы пройдете последний, шестой этап, либо это будет суперспецучасток, вам выведется итоговая таблица с вашим полным временем, с полным временем всех ботов, с разницей по времени и с очками, которые вы получите. На последнем этапе столбец очков будет уже заполнен. То есть, вы конкретно получите столько очков, сколько вы заслуживаете. И также будет заполнен снизу столбец. Под кнопками «Продолжить выход» там будет список конструкторов, список производителей. По производителям здесь тоже есть сравнение, на каких машинах ездят. Допустим, я Ситроен, Колин Макрэй тоже Ситроен. И очки в Ситроен будут и от первого, и от второго, если мы, конечно, останемся на первых-вторых позициях к концу чемпионата. Там, по-моему, 10,8 за первое-второе место. И всего у нас будет 18 очков кубок конструкторов за Ситроен. После каждого второго этапа, то есть, вы прошли первый этап, прошли второй, сейчас я нажму «Продолжить чемпионат», и у вас будет снова меню настройки. Вы уже сможете посмотреть, какие у вас повреждения. Повреждения показываются в кратком виде сверху. Вот сейчас аварии колеса, как видим, они сильно повреждены, кузов оси поменьше. Более подробно вы можете это посмотреть в ремонте авто. Здесь уже вы можете назначать ремонт. Обратите внимание, что вы можете максимум ремонта назначить на 60 минут. То есть, сумма времени всего ремонта не может превышать 60 минут. В принципе, вы можете выйти за 60 минут, но не больше, чем на 4 минуты. И каждая секунда выхода даст вам 4 секунды штрафа. Каждая минута выхода, соответственно, 4 минуты штрафа. Имейте это в виду. Если я сейчас все эти действия сделаю, все запчасти починил, у меня осталось еще минута 50. То есть, я штрафа не получаю, у меня еще осталось время, после того, как я все починил. Дальше я могу настроить на 3-4 этап машину. Ремонт никак не влияет на настройку. То есть, вы можете ремонтироваться и одновременно поставить другую настройку на следующий этап. Это никак не исключает. Это, в принципе, все по чемпионату. Ралли работает по-другому. Когда вы запускаете ралли, сразу знайте, что здесь ремонта у вас не будет. У вас здесь машина будет абсолютно починенная после каждого соревнования. Вы запускаете ралли из 6 гонок. Обычно 6, но вы можете поставить 2, 3 и так далее. Я покажу вам, как это ставится. Допустим, вы выбираете машину Citroen XR, ручная трансмиссия и так далее. Здесь у вас есть список тех ралли, которые вы можете ездить. Суперпрыжок, атака на гудроне и так далее. И четвертое, пятое ралли это ралли на выбор. Вы можете редактировать ралли на выбор. Вы можете даже редактировать стандартные ралли. То есть, вы можете даже редактировать суперпрыжок. Если вам что-то здесь не нравится, вы можете здесь отредактировать кое-что. Даже так. Допустим, мы выбираем ралли на выбор и мы хотим поставить 2 этапа. Пожалуйста. Первый этап, допустим, Британия 1 и второй этап Греция 2. И у нас будет ралли из двух этапов. Ничто нам не мешает поставить 2 этапа на ралли. Вы можете вернуть все назад. То есть, стандартные настройки вернуть. Если я здесь нажму вернуть, у меня все опустеет. То есть, у меня будет снова пусто во всех строчках. Ну а сейчас, я просто на этом примере вам покажу, как работает ралли. Например, я хочу пройти Великобританию 1 и Грецию 2. Нажимаем старт. Также у нас идет настройка машины. Информацию можем посмотреть о следующем этапе. Обратите внимание, здесь нет 1 и 2 этапа. Здесь идет информация. То есть, каждый этап здесь проходит отдельно. Это вам не чемпионат. И после каждого этапа машина будет как новенькая. Ну и уровни тут все еще лучше. Здесь выбираете машину. Ситринексара, допустим. Ручная коробка. Также имя игрока. Национальность. И выбираете страну, в которой вы хотите ездить. Допустим, я хочу выбрать Японию. Первый этап. Тачигава. Здесь немножко кривой перевод. Тахикава. Тачикава на самом деле. Тачикава. Как вы хотите произносить. Юзава, а не Юазава. Там Токамачи, а не Токамахи. Титибу или Чичибу, а не Чичибию. Муикамаси или Муикамаши. И Омы. Ну тут понятно. Допустим, выберем Тачикаву. Это будет один этап. Информация только об одном этапе. И начать мы можем только этот один этап. После того, как вы закончите этот этап, вы можете либо начать его заново, либо просмотреть повтор. Либо дальше на выбор следующего. То есть, больше у вас ничего нет. Вы только прошли один этап и все. Если быстрая гонка, вы как только нажимаете эту кнопку, вас сразу же отправляют на случайный этап на случайной машине. Как только вы нажмете эту кнопку. Дальше немножко расскажу еще и по сети. Вы можете играть по сети в этой игре. Даже сейчас есть способы, как играть по сети. Естественно, GameSpy уже не работает. GameSpy не работает уже давно. По крайней мере, с 2016, по-моему, года он не работает. Но есть один способ, как вернуть в жизни интернет. Именно секцию интернета. Это делается через хостс. Там прописываются определенные сервера, определенные айпишники, чтобы, так скажем, перевести с серверов GameSpy на OpenSpy. Сейчас все сервера идут на OpenSpy. Есть еще один сервис, который создан умельцами народными. И который позволяет играть в Colin McCray Rally 0.4 по сети. Сейчас я зайду в интернет, и вы, в принципе, увидите, что я имею в виду. Эти два выделенных сервера, которые созданы людьми. И они поддерживаются на плаву. Правда, в них пока никто не зашел. Видим, игроки 0.6. То есть никого там нет на этих серверах. Там только один бот стоит. Допустим, мы сейчас зайдем в первый из них. И мы видим, что у нас есть 7R-бот. Если вы, допустим, захотели поиграть один, вы можете это сделать. Нажимаете готов гонки. Бот автоматически тоже ставит готов. И вы отправляетесь с ботом уже в гонку. Бот будет стоять на месте. Вы просто будете ездить. Один. Ну, а если с кем-то другим вы хотите покататься, другой просто так же заходит на этот сервер. И вы вместе уже катаетесь. Дальше. По локалке у нас суть та же самая. Вы скачиваете программу для локальной сети. Там заходите в комнату, в которой вы будете играть. И через эту комнату уже все будет организовано здесь. Здесь вы заходите в локалку, можете сами создать игру. Можете дать кому-то другому создать игру. И уже либо на созданной игре начать ее. Либо зайти в ту игру, которую создали. Здесь будет кнопка войти, и она будет активной. Сейчас она не активна, потому что никого нет. Это я на примере вам показываю. Есть вариант фиксированный сервер. Это вы присоединяетесь к конкретному серверу на конкретном айпишнике. Но это нужно знать, соответственно, айпишник и порт. И туда потом присоединяетесь. Настройка игры здесь все интуитивно понятно. То есть вы заходите в настройку. И вы потом выбираете управление, графику, настройку звука, языка. Чит-коды даже здесь есть. Конечно же авторы. И в принципе все. Здесь больше настройок никаких нет. Дополнительно это, получается, видеоролики, которые вы можете посмотреть. Допустим, я сейчас посмотрел Финляндию. Сейчас посмотрим вот какой ролик у Финляндии. 2ВД. У 2ВД вот такой ролик. Конец игры. Вот такой ролик на конце игры идет. И так же вы можете смотреть. Если вы проходите все этапы, соответственно, все ролики у вас открываются. Вы проходите все категории, все категории у вас открываются. И рекорды. Вы здесь можете посмотреть рекорды либо на уровнях, либо в чемпионате. Вот здесь на уровне. Какие у нас рекорды есть. Либо в чемпионате. Соответственно, тоже по очкам можно посмотреть. По очкам и по местам. В чемпионате также можно отслеживать, какое у вас было место в каком чемпионате и сколько, в принципе, пройдено из них. Вот как раз то сообщение, которое вы получаете в главном меню, вы выиграли столько-то чемпионатов из 6, это как раз здесь можно отслеживать. Например, у меня сейчас написано, что вы выиграли 5 из 6 чемпионатов. Я захожу сюда и вижу, что действительно выиграл я 5 из 6 чемпионатов. Я не выиграл только чемпионат 2 ВД на нормальной сложности. И все. Это пройду и у меня будет открыто все. И у меня станет выиграли 6 из 6 чемпионатов. Вот так. Это был максимально общий гайд на Colin McRae Rally 04. Более специальные гайды я выпущу в дальнейшем. Я выпущу в дальнейшем гайды по поводу того, как проходить чемпионаты. Какие трассы бывают, какие страны бывают, какие машины вообще бывают и как они между собой различаются. Но это в будущем. Сейчас на этом я заканчиваю. Спасибо всем за просмотр. Если вы смотрели до конца, я очень рад и очень благодарен вам. Конечно же подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео всем, кому только можно. И всем пока.